Володя с кухни моет чайник. Кошка рыжая сидит. Надежда Васильевна. Игнать Тихонович, я пришел. Вот и пришел. Тут дело такое. Я сегодня с утра тут разбор этот сделал. Случайно узнал, что у нас через стенку живет человек. И сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 29 декабря. На улице отрицательная температура. Сейчас он будет почти до 30. И окажется, холодильник не выключается. Зачем? В Сибири зимой холодильник-то. А ответ на все можно найти. А так удобно, не выходить в стенки. А раньше как были? Ну делали холодильники, лед. Я помогал, заготавливали. У нас молоканка была. Лед пилили. Там какую-то, видимо, тяжесть привязывали к пиле. И она под водой вот так и пилили. И большими такими кубами ее санки, сани эти. Ну, есть загнутые сани большие. Их туда. И она этими захватывали головашками. И вытягивали. А потом тут тащили на холодильнике. Молоко там когда брали от колхозного. От себя дядя был. Мой родной дядя. За этой... Ну, как молоканка звалась. А теперь сепаратор большой. Руками крутили. Помогали мы крутить. Это трудно было. Большой сепаратор. И сливки увозили тогда. Мой отец увозил. На маслозавод. Вот как это все давалось-то тогда. И холодильников не было. Никто его не изобрел. И все жили. Деньги не утекали. Ни копейки не стоило. Здесь так. Изобрели его. Включили день и ночь. Ну, в городе можно вынести куда-то там. Ну, как-то можно экономить. Вот. Считай. Что написано. У меня на стенке это висит. Передо мною. Сирахов 19.1. Ни во что ставящий. Малая. Мало-помалу придет в упадок. Упадок. То есть у него еще нет. Дальше. Разговаривать не более 2-3 минут. Проверь, правильная или же положена трубка. Вот. Я никогда смотрел. А когда сделали его платный за минуты. Все. Я к нему не прикасаюсь. Вот приехал. Как интересно. Шестерку отбил. Не могу даже позвонить. Ну, я не нуждаюсь этим. За телефон платить надо. Я сейчас не знаю, сколько рублей. Наверное, там 150. Что там у них? Ну, то есть много что-то платить за него. А от него у меня идет интернет. Вот я разговариваю с человеком. Он не умеет экономить. Никак. По телефону везде. Я вернулся еще не раз. За год я звонил, ну, не больше 10 раз. Там по 1-2 минуты. Когда крайне застряла машина. И когда у меня вот он есть телефон. И кто-то мне все время скидывает. Вот приехал было. 490 рублей меня. Тут накапливается 7 тысяч. Я отдаю его кому-то, кто нуждается так сильно. Они мне деньги снимают. Опять мне возвращают. Полгода опять 7 тысяч. Уже 2 тысячи с лишним. Это Бог делает мне. Ну, конечно, люди делают. Я ничего не разбираю. Может, Билайн меня насыщает? А за что? Не знаю. Я вот стал смотреть, где уходят деньги. Люди, которые мало-помалу приходят в упадок, они ни во что ставят малое. Вот я сегодня и говорю. Ты живешь в доме. Ты платила за него? Нет. Значит, что? Это мои расходы. Оформление нежилых помещений в жилые. Что? Платили? Нет. Каждый день, каждый месяц платим за мусор, за воду. Платишь? Нет. Это все на меня ложится. То, что решили землю брать, это посеведнейшим. У меня денег даже не 60 тысяч обошлось, говорят. А может и даже больше. Платить? Нет. Купить дом самый здесь, беременный, который приобрели? Нет. Это все на мне лежит. Решили мы миссию проехать от Владивостока до Лиссабона. Нужна машина. Долго советовался, какую остановились на «Газели». Я не жалею, что послушался Игоря Глушкова. Разные-разные. Думали прицеп делать. А где мы были, там с прицепом не пройдешь даже. Не поставишь. Там наоборот, как в Италии машинки, прям маленькие-маленькие, как обрубленные, чтобы было где поставить. А там минимум 730 тысяч отдать пришлось. 730. Послушай, ты платишь за это? Нет, это полностью на мне лежит. Вы там никто не участвовали. Теперь посчитай по порядку. Книги надо было с собой брать. Я сейчас подсчитал. Книги, которые полный комплект. Это 38 книг. 750 евро. Это на день издания. Я так и держу это. Тысяча экземпляров. 750 тысяч евро. Это уже деньги. Дальше. Отдельно все время берут его пришлось переиздавать. Новый завет. И к истинному православию. До слова Божьего нет вуз. Все это вместе 150. 150 евро стоит. Тысяча экземпляров. Уже 300 тысяч. То есть в общей сложности. На день издания. Мне издание книг обошлось в миллион евро. Миллион. Это умножить теперь на 65 рублей. 65 миллионов. Ну ладно. Цены, инфляция, то другое. Но сегодня я пошел издавать. Именно это цена. Другой нету цены. Это ужас. Даже заграничным людям сказать. Ну все понимают. Как вы книги-то издали. Расход на мне лежит. Где я деньги собирал? Кто помогал? Вы никто не участвовали в этом? Понимаете. Что бы я ни взялся. Я беру, которые расходы на мне лежат. Пенсия минимальная. Минимальная. Платите за еду, которая есть у нас крупа, там мука? Нет. Но ты не платишь. Ну я не плачу. Я надеюсь на Бога. Говорится. Как один человек говорил. Я государственное имущество. У меня все. Я не платил за компьютеры. За каждый месяц кто-то платит. Свои. Никого не просил. Но вы-то это понимаете. Что же так это? Свет включенный. Чуть-чуть. Опять стучу. Как у матушки. Зайдешь у тебя. Фонарь пять горит. Горит целый день. Написано экономия. Должна быть экономика. Разве это не экономика? Я показываю это. Шестьдесят пять миллионов. Порежь пополам. Ладно. Возьмем даже. Не шестьдесят пять миллионов. Уменьшим наполовину. Сверо тридцать остается. Ну еще давайте наполовину урежем. Сверо пятнадцать миллионов. Я говорю только за книги. Мы только за одно путешествие. Дорогой ездили. За горючее заплатили четыреста сорок тысяч. Рублей. А учитывая то, что тут подготовка какая шла. Нанимали контейнер увезти туда полмиллиона. Только за одну поездку. Только за одну. Это теперь посчитай какие расходы. Это невероятно. Это куда? У меня нигде не тратится. Я не покупаю ни одежду. Ничего нет. Телефон не звонит. Вы все время где-то еще нас звонить надо, не надо. Я вас призываю к этому. Смотрите. Придет в упадок. Я не прихожу в упадок, потому что я ценю. И Бог это видит. В страхе Божьем. Посмотри сколько Господь дает. Ездил в Америку, платил. Нет, не платил. Я не плачу нигде. Господь ведет. Я ему доверился. Я вас все время побуждаю к этому. Вот я с голубями вожусь. Ну, полвека. И ни одного рубля за голубей не отдал. А разные породы были. Сижу, кто-то стучится. Я вышел, а кто? Ну, вот, знаете, вот мы видели у вас тут это, ну, обычно крестовина высоко. Вы голубей держите. Ну, да. Мы вам голубей привезли. Очень породистых. Я говорю, я не нуждаюсь. Я боюсь заразы какой-то. Понимаете, мы были в Афганистане, и у нас товарищ погиб. А у него было голубятнее. И вот сейчас мы раздаем память о нем где-то. Ну, я не брал, но отдали. Ну, они такие, хвост кверху вот так вот. Они не приспособлены к зиме, мне держать негде, они все погибли. Но главное, что Бог дает. Бывает, на свадьбу голубей приносят, заплати там деньги, сколько там, 300 рублей. Дадут в руки голубя, сфотографируются. А потом домой летят. А он голубь что-то сделает, куда-то не долетел. Ко мне привезли его. И вот уже приехали на машине, прям к дому, к моему-то. Ну, не беру, взял. И она живет, и живет эта голубка. Я называю ее дубоносая, такая, особый нос у ней с наплывом в осковке. И вот куда я не погляжу, везде деньги, и при том неизвестно откуда Бог дает. Ну, вы маленько-то это оцените. Маленько, хотя бы чуть-чуть. Я вас к этому призываю, долблю, говорю. Ну, дом-то даром не стоит. Каждый месяц платим за электричество, за мусор. Вот мы уезжаем, 4 месяца нету. А каждый месяц высчитывают. Можно пойти, доказывать, справки доставать. Дороже обойдется. Каждый месяц мы платим деньги. Люди прописались, нет человека, годами нету. Ну, присписался, уехал, а я плачу, и плачу, и плачу за него. А у меня и нет ничего. Вы-то, маленько-то, соображайте на это, когда глядите рядом. Что же так это? Ну, картошка у нас своя. Ну, пахоту делали-то, деньги платили. Платили. И там за электричество, которое в деревне платят, да, люди приезжают, платят. Ну, понимаете, без денег ничего нигде не делается. Вы видите, как в один день Господь позволил нам это сделать. Лагерь закрыть, закрыть куда? Я не прекращу работать с детьми. Покупать дома. Так у нас ни один, ни два дома-то уже куплены. Нынче это провели, как в детском лагере, намного лучше даже. Приезжал начальник уголовного розыска два раза. К нам даже шага никто не сделал. Это жилище. В гости. И уже сейчас спрашивают люди из Канады везде. В гости-то принимаете еще? Вот как делает Господь. Почему? Я вас приучаю к этому. Мы люди бедные, и поэтому нас Господь спасает. Нам легче спасаться. У нас нет таких, чтобы мы... Фабрики, заводы, инфляция. У нас ничего этого нет. Обеспечить себя, и кто приезжает в гости или как. Маленько гляньте, какие надписи нам везут, наклеили, которые у нас. Сколько мы Евангелий получаем? Только в окрестности мы раздали 30 тысяч Евангелий. Тысяч. В каждый дом заходили. Это 30 тысяч мы домов посетили. Да невероятно это. Даже подумай, даже страшно. Неужели так? Да, так. Мы же ездили и везде, и по всем районам. Если ничего нету, то ничего и нету. Вот один комплект стоит столько-то. А мы подарили на тысячу экземпляров. 600 сразу подарили экземпляров. 600! 400, еще из этих где-то полторы сотни, наверное, здесь раздали. Твое участие какое в этом? Какое? Посторонние люди. Да, так. Бывает, какая-то бабушка умирает и знает это. Умрет, а мне приносят тогда деньги. Говорят, она сказала, это вам на книге то другое. Я знать не знаю. Не я, я говорю, а зачем мне давить-то? Вложите туда и все. У меня как бывает. Иногда пришли деньги, я еду, ну, кому-то дам знать. Да и то не звонить один раз. Едем там в сберкассу, она берет, или он там приедет, кто-то. Прямо из сберкнижки у меня деньги эти берут. Я даже отпечаток на них не оставляю. Ну, почему вы не учитесь-то? Да, у человека действуют не слова, а жизнь его. Какая вам еще жизнь-то нужна? Я по одному только говорю, по экономии. Поэтому ты не можешь нигде участвовать. Дальше перейдется перед Богом отвечать. Ты чей-то род мог накормить. Чего же вы такие-то? Чуть-чуть не так, уже выбросили. Есть такая поговорка. Старое не носить, нового не видать. Мне понравился ответ. Спрашивают, они живут уже там лет, наверное, 60 вместе. И не разбились, или больше. Я говорю, а как так было? Да, знаете, мы к тому времени принадлежим, говорит. Когда старые вещи не выбрасывали, а ремонтировали. Вот хороший ответ. То есть заботились друг о друге, еще, знаешь, сам другому передавали. А сейчас этого нету. Нету. Не так развелся, не так, значит, детей там бросил. Ну, как хочешь, корми там где и куда. То есть жизнь совершенно другая. Почему? Я это все отношу к тому, что сегодня, вот будем еще говорить, страх Божий потерян. И главный развратитель это Осипов, профессор. Что страха нет, у него все спасаются. Я разговаривал. Человек матерится. За 80 лет ему уже, ну, уже все, говорится. Двумя ногами в могиле стоит. Все равно ругается, матерится, посты не исполняет. То я православный. Я не говорю там, бреется, курит, пьет. Это ничего не значит. Осипов сказал, все спасутся. Никого в аду не будет. То есть выдуманного Бога. И мусульмане намного лучше нас, потому что у них страх Божий есть. А здесь страх Божий уничтожен. Это вся церковь работает. Как попало крестить, мочением, страха Божия нет. И поэтому такие мы и есть. Я вот сегодня, ну, размышлял об этом. Сейчас буду говорить там. То Розанов об этом говорили, Леонтьев перечисляют. Это уже не сегодня зарождалось. Бог любит такой, как ты есть. Приди такой, как ты есть. Нет. Приди, это только покажись. Но за стол ты сядешь другой. Тебе другую одежду, другую обувь, кольцо на руки. А это церковь только дает. Бог любит. Ну, любит отец его, любит. Тебе дары Бог дает? Да, он меня любит. Ну, ты же пьяный вчера был. Бог всех любит. Почему отец блудному сыну не посылал посылки туда, усиного корыта? Чего вы дурите-то? Слово Божие говорит о том, что есть ад и есть рай. И будут козлы и овцы. И будет это разделение. И суд называется страшный, с большой буквы. Сегодня ничего нет. А Библия говорит, ну, возьмем притча Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. Венец мудрости, страх Господень. Вся премудрость, страх Господень. И только один страх. Вот я сейчас заряжу на всяком... Ну, раз такие люди сегодня есть, которые говорят, это ничего не значит. Главное, Бог любовь. Вот смотри. Я сейчас за Библию запишу. Страх. Меня ли не боитесь, говорит Господь. Вот сколько. В Новом Завете страх 150 раз. 150. А в неканонических еще сколько книг? Книгах. 79. А там сколько было? Ну, вот, 79 и 150, по-моему. Ну, да, 150 и 79. Ну, получается, уже 229. А теперь слово бояться. Меня ли не боитесь, говорит. Бояться. Сколько еще добавим к этому? Пожалуйста, 45. Это все от Кадаму и тоже. К тому же относятся. 45, 55 раз еще раз Бог говорит. 250. Бояться, теперь, что страшиться. 55. Посмотрите. Там уже сколько? 55. Это все Бог говорит. 55 и 134. Значит, а еще 200. Вот тут уже 400, там побольше было. Этого не надо. Да тут по другими-то словами сколько-то. Господь угрожает. Угрожает. Наказывает. Бог потопа и Содома. Вы почему с теми людьми-то никогда не советуетесь? Как судят, когда судья добрый такой, а судят за убийство. А почему вы внимание берете, кого убили? Вы должны найти человека, который пережил это, и чтобы он тоже стоял, за него отвечал. Что чувствует убитая? Расстается с жизнью, неподготовленный. Убил. У ней дочь стирота осталась. Это надо всегда учитывать. И поэтому суды эти все, они судят неправильно. Надо учитывать мнение не судьи, а мнение убитого. Мнение покалеченного, а его нету на суде. Главное, вот обвинителя-то нету. Тогда было так, смерть за смерть, все было описано. Мусульмане лучше нас, еще раз говорю. Об этом Дмитрий Смирнов не раз говорил. Лучше. Они ближе, говорит, к охресущим мы. Я говорю, он только не добавляет, что такими бещусами он их сделал. Он везет, говорит, если таксист, мусульманин, бабушка, говорит, он с него деньги не возьмет. Я в церковь еду. Ты, мать, ты в церковь едешь, помолишься. Русские, это обязательно деньги возьмет. Вот и весь сказ. Мы за дорогу ездили, где были, точно так же. Если где-то мы попали в беду, русские лежат, стоят где-то. Ну, редко когда подойдут. У мусульман были, они прям сразу к нам на помощь. Знают, что мы молимся, православные. Я сам это свидетельствую. Как они заботятся о девушках? Как их одевают? Наши, когда смотрят, где они идут, они говорят, это наши сестры. Где сегодня занимаются этим? Никак. Полураздетая, с разрезами, венчается. На сиськах только висит это, а сзади шлейф, а здесь все голое. И священник венчает. У меня тут свадьбу одну сняли, знакомую. Я смотрел, не могу по сегодняшний день в интернет выставить. Потому что меня начнут клепать со всех сторон. Это ваши люди, это так. Я ничего не могу сделать. Страха Божия нету. Страх Божий есть, и за копейку будешь дрожать. Почему? Не в рот положить, а в рот сироте. И может быть сирийскому сироте. Найти канал туда послать. Вам понятно, что я говорю? Нет? Кайся в этом перед Богом. Сегодня еще время есть. Сколько же вы потратили всего? Ты виновен в этом сам-то? Тратил зря? Тратил. Тратил. Покажи, кто ты. Володя, глянь сюда. Минутку. Так, я еще говорю, тебе слышно? Да, слышно. Вот это написано, помало придет в упадок. Это к нам относится? Относится. Относится. Будем менять отношения. Вот это вот я всем дарил. Вот эти вот. Вот сейчас вижу, она попутно лежит. Так. Так, аккуратнее там. Ничего сейчас я возьму и покажу. Ну что ничего? Сейчас поднять. Она видишь скользкая, ты ставишь. Я не хочу, чтобы было застая. Сюда надо было поставить. Вот смотри. Вот эти вот. Это 506 страниц. Я переплетал. Обыкновенная. Вот смотри сколько. Фотографиями. Это кто пишет, это Володя. Вот. Это я всем, всем дарил. На тетради покупал сам. Переплетный материал. Лидерин. Переплетный материал. Вот это все деньги стоило. И переплел не сколько-то, а 3 тысячи томов. Почему? У меня всегда деньги. Деньги я не говорю какие. 3, 4, даже 5 остановок, если трамваем. Ходил пешком. Выписывал комсомольскую. Она 2 копейки стоила. Как так и 3 копейки сделала, я отказался. Вот она сидит рядом. Она меня называла великий экономист. А почему не училась, если я великий экономист? И деньги всегда должны быть с собой. А у вас все время денег не хватает. Я за всю жизнь в долг не взял ни рубля нигде. За всю жизнь ни разу нигде. Я знаю, отдавать надо. Студентом был этим учащимся в техникуме. Гляжу, если я занял, то надо как? А где брать? Я тогда с занятий пошел. Снег с крыши надо скинуть, надо мне заплатят. Ничего нет. Я бегу, помню, на вокзал. Поезд знаю, когда приходит. Там бывают с Алматы. Я подвижу с чемоданом. Вам помочь? Они боятся, как бы я не удрал с чемодана. Но, конечно, меня все уже знают и не боятся. Я донес до такси. Мне обязательно что-то дадут. То есть, ну как, 10 ребятишек, отец инвалид, войны без руки был. Нас учили экономить. А экономят на всем. Вот садятся за стол пряник, блины. Я всегда говорю, прикусывай хлебом, хлеб-то дешевле. А то тебе и вкус такой же будет. Нет, сразу все слопали, пирожки сидят. Вы даже за столом не так едите, как надо. Сколько раз об этом говорил? Вот в магазине он купит, а там отрава. Бананы разные, я там гляжу. Зачем это все нужно? У нас морковка есть, свекла, капуста, перец, дыни, арбузы. Там у нас всякие ягоды, и смородина, и черноплодка, рябина, и малина, и крыжовник. Еще только нет. Вот зачем покупать, когда у нас все есть? И зелень. И вот что-то увидят где-то, надо купить. Ни одной вещи у меня нет, она чтобы куплена была. Ну, то есть, у меня есть они купленные. Ну, что-то дарят. Я дарю книги, мне вот отец подарил, Кирилл, вот такие вот книги дают. Я за них не платил. Тоже у тебя есть за кого молиться, за тебя молятся. И куда я ни гляну, вот везде. Все стоит деньги. За ковер под ногами. Платил, нет? Нет, не платил. Кто подарил, знать не знаю. На кровати покрывало. Вот у тебя лежит Никита здесь, у Володи, и у меня. Я не платил. Кто-то пришел, подсунул, положил, нас в колесе лежит. А почему? Бог. Господь знает, что я ни во что это ставлю, но Он дает как-то прикрыть маленько нашу ноготу. Ты вот за уголь платишь? Нет. За дрова платишь? Нет. За свет платишь? Нет. Ну, маленько-то будьте благодарны Богу. Вы на чужом хребте едете. Вот эти шторки, это все купленное. Любое изображение, часы, это мне в магазине дали. Я куда руку не положу, все, кто-то дал. Кто-то за это отвечал. А мы что даем? Блажение давать, нежели брать. А что ты дашь, когда у тебя ничего нет? Поэтому верующий человек должен работать на нескольких работах. Я вот говорю, как батюшка говорит, придем ты-ка сработать. Стройка. У нас на государственной работе. Пообедали, и тогда даже идем до самого вещи от дачи кому-то строить, что были деньги, купить дом, не бомжом быть. Нас так родители учили. Ты так, говорит, сынок делаешь, от тебя еще раз позвали. Кому-то там люди другие видят. А вы, ну, неправильно это. Ну, нигде. Вот смотрю, кошка другой породы. Ну, у меня кошки отличные, они мышей ловят. На кошку не смотреть надо, она за мышами смотрит. Гляжу, собака. Платил за нее? Да. Да собаку платить, да кто это знал в деревне за собаку? Кошка тоже заплачена. Ну, что бы не посмотрел, да вы что делаете-то? Когда это подножное все рядом. Кошек я тебе, вот она сейчас принесла, шесть котят. Ну, бери любого. Ты посмотри, какие у нас кошки-то сибирские. Где у меня Паля-то? Шесть котят. Паля, покажи, где она? Паля. Вот она, ну-ка, где она? Она у меня ученая. Вон она бежит. Вон она наверху была, с третьего этажа. Несется. Паля, ну-ка, иди сюда. Паля, иди ко мне. Иди, Паля. Паля. Да ты хорошая, да пушистая. Гляди, какая. Привезли, ты считай, в кармане. Настоящая кошка. Лежит на этаже, на третьем. А внизу, через все помещение, там помойное ведро, и там мышка зашевелилась. Она спрыгнула оттуда, и нашла, и поймала. А ей всего полгода. Гляди, какая красавица. Глаза какие. А антенны-то у нее какие, усы. А из души это что торчит? Почему она так слышит хорошо? Не вздумайте где-то подрезать что-то ей. Вот она. Пожалуйста. Поняла? Поэтому старые вещи не выбрасывать. Экономить. Смотреть. Вот я сейчас посмотрел, и жить в страхе Божьем. Как бы лишний не потратить. Мы вот дорогой ездили, наши братья покупали мороженое. Ну, кто в дальнем... У них деньги есть. Я говорю, я вам рубля не дам. Моя задача доехать, чтобы бензина хватило. Ты ел мороженое, в рот не взял. Ни разу, нигде. А они целые плиты покупали. Такая вот плита. И вся из мороженого там сплюснутая. Еду дорогой, надо рыбу пойти. Не участвую. Ну, вам надо берите. Я в это время не сяду за стол. Я поем где-то в стороне. Там речка течет. Кусок, говорит, обмакнул мне и поел. Пошел с собакой гулять. Ну, это уже афиша. Это моя жизнь, и какая не афиша. Это у нас было так. Ехали из Армении, и они заглянули около Севастийского этого озера, как его назвать, рыба. Еду, посмотрели так, я говорю, это дорого. Ну, не сказал. Они посушились, не купили. Ну, только отъехали. Я говорю, еще не купили-то. Ну, раз дорого. Ну, вам охота, охота. Разворачивай назад машину. Развернулись, там километр отъехали. Купили. Варите, я если не буду, все равно. Это у тебя уже в практике будет. За столом ли бываешь где-то. Ничего, чтобы лишнего не было. Деньги. Мы должны обойтись государству дешевле всего. А сейчас старики. Не на что покупать лекарства. Не надо покупать. И уже ропот отопал. А у них, посмотри, какие. В 9 миллионов в месяц получают зарплата. 9 миллионов. Полтора миллиона. Ну, сейчас перечисляют, там показывают где. Даже невероятно. Ну, и что это его дело? Ему отвечать за это. Я отвечаю за свою пенсию. 6 тысячи 523 рубля. Я за нее отвечаю. Это 120 долларов у меня. 110 долларов в месяц. В месяц. Это на все, что я говорю. А как? Не знаю. И Бог восполняет. Я куда ни гляну. Вот сейчас. А что вам сейчас хотелось? А ничего не надо. Я избыточествую всем. Так. Богу слава. Слава Богу.